Если ты спросишь о любом мусульмане, для чего ты создан? Он тебе ответит доводом, для того, чтобы поклонялся Аллах. Однако недостаточно просто слов, надо, чтобы это подтверждали дела. Если кто-то из нас увидит, что кто-то открывает воду и начнет пить, наливать на телефон и пить вот так с телефона, или начнет ломать дрова, что мы про этого человека скажем? Ненормальный. Ты создал для того, чтобы играться? Чтобы есть? Чтобы спать? Нет. Ты создан для цели. Если ты будешь заниматься не той целью, за которую ты создан, то ты ненормальный, подобно тому, кто пил с телефона или ломал дрова телефоном. Человек задает вопрос, как мне жить с таухнидом? Ты должен изучить его сначала. Должен изучать и практиковать этот таухид. И призывать к нему. Пророк, салавау алиссалям, пришел к нему человек. И сказал, ты наш господин. И нет сомнений, что он господин всего человечества. Он сказал, господин является Аллах. Видишь, он практически во простых ухида. Пришел один человек, другой к пророку. И сказал, так поджел Аллах и ты. Сравнил пророка, салавау алиссалям. Он сказал, ты меня приравнял к Аллаху. Аллах проявил тебе милость, ты приехал в Умру. И вот тебя спрашивают, как ты приехал в Умру? Откуда ты взял деньги? И ты говоришь, это я так постарался. Мои по своей силе. Я отложил все силы. Я делал усердие, проявлял в работе. Я богатый. Есть такое эмодзе здесь, которое показывает, что... Все эти слова являются проявлением отсутствия благодарности к милости. Ты должен унизить свой язык благодаря тому, кто дает эти милости. Пришла еда. Напоминай себе и людям, и своим детям, что эта еда риска от всего человека. Аллах нам проявил эту милость, эту еду. Это из милости нашего Господа. Подчини свой язык. Чтобы в сердце... Чтобы твое сердце было убеждено, что каждая милость без исключения от Всевышнего Аллаха. Всегда это говорит. Сейчас, допустим, самолет спускается. Особенно в наших республиках, когда снег, лед. Что делают люди? Начинают свистеть и хлопать. Ауду билля, прибегай к Аллаху. Мы же должны благодарить Аллаха. Сказать хвала Аллаху, это милость Аллаха нам. Поэтому ты должен изучать Таухид. Знание — это свет. И жить соответственно этим знаниям. Призывать к нему. Потому что призыв увеличивает твой иман. Особенно книга Единобожья, она очень важная книга. К Ибн Базу однажды пришел один студент. И говорит, что много книг. Он говорит, что мне надо, чтобы ты мне коротко сказал, какую книгу читать. Он сказал две книги всего лишь. Запомни. Книга Единобожья и Булугульмарам.